Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Всю неделю мы будем вещать из Бразилии. Может, вы не заметили, мы вот нет, но Бразилия вообще-то последняя из значимых стран в западном полушарии с проамериканским правительством. Во многом Бразилия не слишком отличается от Соединенных Штатов. Это огромная страна, по площади больше, чем континентальные штаты, с большим населением, прекрасная, богатая ресурсами. И внезапно, как и США, Бразилия за последние 15 лет обнаружила себя в опасной зависимости от Китая. В чем же именно цель китайского правительства здесь, в Бразилии? И почему администрация Байдена ничего не делает? Для остановки китайских войск от создания нового плацдарма в нашем полушарии. Они, похоже, даже участвуют в этом. Что это вообще? Мы расследуем все это в нашей новой документалке. Надеемся скоро вам ее показать. Но одна из причин, по которой так мало людей в США замечают, как Китай колонизирует бывшую независимой страну так близко к нашим границам, это то, что, как они говорят, у нас есть собственные проблемы здесь, в США. В первую очередь, американская экономика, у которой сейчас проблемы. И это не то, что мы можем исправить искусным бейлаутом, как делали раньше. Проблема здесь не в том, что несколько беспечных аналитиков с Уолл-стрит безумствовали с кредитными дефолтными свопами. Проблема гораздо глубже, она системна. И вы это замечаете, покупая все. Цена на все подскочила на недосягаемый уровень для многих в Соединенных Штатах, включая еду, энергию, недвижимость, образование, кредиты. Все теперь гораздо дороже, чем раньше. Почему? Почему средняя рента в Манхэттене подскочила на 25% за один год? Почему ваш чек из магазина вырос на сотни долларов в месяц? Почему вы не можете больше заправить машину? Это правильный вопрос. Не то, чтобы у нас закончилось нужное сырье. У США его много. Это континентальная страна, растянувшаяся от Атлантики до Тихого. Так что у нас много места для стройки, у нас более чем достаточно нефти и газа в своих границах, чтобы быть энергонезависимыми, и еще останется. У нас больше плодородных земель, чем у любой страны на планете, еда должна быть дешевой. Так что проблема определенно не в ресурсах. Ресурсов в Соединенных Штатах с избытком. Проблема в наших руководителях. Нужные вам вещи слишком дорогие, потому что политики создали инфляцию. И сделали это из-за одного. Они набрали столько долга, покупая голоса и обогащая себя и свои семьи, что не осталось выбора, кроме ослабления доллара, чтобы выплатить взятые долги. Все настолько просто. И как только пришла инфляция, идеологи в администрации Байдена сразу поняли, как ее можно использовать. Так что как только ездить на машине станет слишком дорого, у вас не останется выбора, кроме как принять их мошенническую зеленую повестку. А это значит, что их спонсоры, которые владеют этими фирмами, станут богаче, а они получат контроль над экономикой США. Так что все в плюсе, кроме вас. Идеально. Ничего из этого не случайно. Это рукотворная катастрофа. В нормальной стране редкий лидер посмел бы провернуть что-то столь наглое и разрушительное. Он бы испугался заигрывать с революцией. Это слишком рискованно. И люди во главе нашей страны очень даже в курсе этих рисков. И они их беспокоят. Если вам интересно, почему они раздувают 6 января, то поэтому. Они выглядят напуганными, потому что напуганы. Для них толпа недовольных перед Капитулием как анонс того, что грядет. Именно поэтому они так отчаянно хотят отобрать у вас оружие. Поэтому они орут вам про права трансов, системный расизм и абсолютно злого президента далекой России. А? Почему они говорят об этом? Это сбивает с толку. Что у всего этого общего с нашими реальными проблемами и улучшением жизни? Ну, ничего из этого никак не связано с улучшением жизни. И в этом суть. Они надеются, что пока они кричат на вас, вы будете слишком сбитыми с толку, чтобы замечать, что происходит в стране вокруг вас. И тем более способными дать отпор. И чтобы убедиться, что вы слишком ошеломлены, чтобы действовать, пока они кричат, они сместили вину себя на вас. Так что они объявили виновными вас в преступлении, которое совершили они. Вы видите, как это происходит? С экономикой. Сначала они говорили вам, что инфляции нет. Вы вообразили ее. Но это не так. А потом они объяснили, что инфляция есть, но это хорошо, так как вы это заслужили. Вы заслужили платить больше за свои покупки. Почему? Потому что ваши ожидания были слишком высоки. Ты, избалованная Карен из Первого мира. Вы хотите есть мясо на обед. И летать каждый год в отпуск на самолете, летающем по графику, о чем вы только думали. Вы хотели заправить бак или купить лист фанеры дешевле 75 баксов, а? Звучите как псих. Вы хотели бы отправить своих детей в школы, за которые вы заплатили, ожидая, что они там чему-то научатся? Вы думали, что можете загрузить недорогими товарами машину на парковке перед магазином, без того, чтобы быть застреленными вооруженными грабителями? Вы думали, что будете жить в стране, которая будет такой, в какой вы выросли? Где люди говорят по-английски и не выбрасывают мусор из окон или курят фентанол на обочине? Но оказалось, мистер и миссис Америка, вы слишком многого ожидали. И это ваша вина. В Нигерии все это нормально. Так что хватит ныть и ешьте своих жуков. Блумберг Ньюс даже написали об этом статью. Их рекомендация, если хотите сохранить деньги, то пусть ваша собака умрет. Действительно. Они правда это сказали и имели это в виду. Но походу вы не поняли посыла. Вы любите свою собаку? И теперь они пошли еще дальше. Теперь они говорят вам, что у вас не должно быть того единственного, что большинство людей хотят больше всего. Того, что биологический инстинкт заставляет нас хотеть. Детей. Самый главный источник смысла и радости в человеческой жизни – семья. Теперь недоступна американскому среднему классу, и вы должны принять это как должное, по сути, быть рады этому. Наша экономика больше не может содержать вашу семью. Извините. Вообще-то это не так. Они не говорят «извините». Они даже не думают извиняться за это или что-либо еще. Чего они хотят – это снизить ваши сверхожидания. И это то, о чем MSNBC говорит все выходные. Смотрите. Сколько стоит иметь ребенка? Для вашего тела, уровня жизни, и не только для вас, но и для ваших штатов в вашей стране. Многие экономисты и ученые-социологи говорят нам, что экономические последствия ограничения абортов разрушительны как для человека, так и для общества. Согласно Институту исследования женской политики на уровне страны, ограничение абортов на уровне штата обходится в 105 миллиардов долларов в год, так как, по сути, это уменьшает количество занятости, количество работоспособных людей и снижает уровень доходов. И так оказывается, многие экономисты и ученые-социологи решили, что иметь детей эгоистично и слишком дорого, и это ваша вина. Так что придержите свое желание когда-либо иметь семью. Спасибо, что сказали нам MSNBC и Джо Линкент. Заметьте, что никто на MSNBC не обвиняет власть за то, где мы находимся. По-видимому, правительство США не играет никакой роли в цитата «уменьшение количества занятости». Скажем, останавливая всю экономику США и увольняя любого, кто не укололся их вакциной, или превращая города в зоны боев, или обесценивая доллар США. Ничего из этого вообще не было. Это не их вина. Уолл-стрит и ФЭД невиновны. Проблема — это вы. Проблема, что вы эгоистично хотите детей. И дети — это плохо для ВВП. Все корпорации согласны с этим. Они все против человеческого воспроизводства. Смотрите, как Джо Линкент объясняет еще. Но другой важный финансовый вопрос. Если рожающий родитель может переехать, если работает на правильную компанию и хочет аборта, то мы увидим все больше людей, полагающимися на своего работодателя. Правильно. Для финансовой поддержки, чтобы это осуществить. Итак, например, Дикс Спортингс Гудс говорят нам, что обещают 4000 долларов каждому работнику или члену семьи, находящемуся в их страховке для доступа к аборту. И есть длинный список компаний, делающих то же самое. У нас есть Левис и Старбакс, Джейпи Морган и множество других. Но суть здесь, Кэти, в том, что эти привилегии предоставляются, потому что эти компании хотят их предоставить. И не только из-за философии как корпорации, но также потому, что это имеет для них и финансовый смысл. Дикс Спортинг Гудс заплатил вам 4000 долларов на аборт вашего ребенка. Насколько это круто! Насколько круты Дикс Спортинг Гудс! Вы ждете ребенка, и они дают вам 4 штуки, чтобы перестать! И как нам уже сказала Джолин Кент, это имеет финансовый смысл для корпоративной Америки. Ну, вообще-то да! Спасибо, MSNBC, мы потеряли калькулятор и не могли посчитать. А компании посчитали, и они лучше заплатят 4000 долларов работнице за каждый аборт. Это дешевле, чем оплачивать расходы за, скажем, декрет или добавление нового участника в медстраховку компании. «Дети слишком дороги, гораздо дешевле от них избавиться», решил отдел кадров в Дикс Спортинг Гудс. Но помните, это очень прогрессивное движение. Когда вы вынуждаете работников не иметь семей, что вы на самом деле делаете, это освобождаете их. И если вы сомневаетесь, то вот представитель корпоративной Америки Эндр Рос Соркин от CNBC объясняет еще раз. Настоящей проблемой это будет для небольших компаний, которые не смогут себе это позволить. И для работников этих компаний, которые не могут получить доступ таким путем. Так что будет всего два варианта. Если вы сегодня работаете в топ-500 компаний в Америке, то, скорее всего, вы можете получить такую медстраховку как привилегию. В небольших компаниях нет. И я поспрашивал на выходных многих директоров и глав об этом. «Покинете ли вы штат? Покинете ли вы штаты, где эти законы действуют?» И ответ «нет». Они смотрят на это, как мне кажется, как на издержки ведения бизнеса. И я был... Я должен признать разочарован, что не было никого, с кем бы я говорил на выходных, кто бы сказал «Знаешь что? У меня здесь моральная дилемма». Да, очень разочаровывает, что не все компании платят своим работникам за аборт. Это признак любви так-то. Потому что, когда ты любишь кого-то, то твоя главная забота, чтобы они не размножались. Чтобы они не делали больше людей, таких как они. Это признак любви. Так что, согласно Эндрю Рос Соркину, корпорации, и в этом нет ничего жуткого, так что успокойтесь, подавите тошноту. Корпорации, в штатах, где аборты вне закона, неэтичны. Главы этих компаний аморальны, так как не платят за аборты. Эндрю Рос Соркин осуждает это. Знаете, кого он не осуждает? Его подругу Джанет Йеллен. Но Джанет Йеллен не невиновна. Она годами лгала американцам об инфляции, которую создала. Она собственноручно разрушила нашу экономику, больше, чем любой американец. Но это не проблема для Эндрю Рос Соркина. Это не так, как если бы она не платила за аборты работников. И мы цитируем. Знаете, если вы Джанет Йеллен, она вся в политике, и они хотят немного разогреть экономику. Это что Соркин сказал недавно. И под разогреть он подразумевал уничтожить ее и обесценить доллар США. Маленькая ошибка, невеликое дело. И это не аморально. Делать вас нищими было ошибкой. И не переживайте, Джанет Йеллен никогда даже не собиралась извиняться за это. Нет. Что она говорит вам? Теперь ты нищий. Заткните и избавься от ребенка, так как времена непростые, и ты должен вернуться на работу. Тут война вообще-то. Делай, что должен. Я считаю, что уничтожение права женщины на принятие решения, когда и как рожать детей, окажет разрушительный эффект на экономику и отбросит женщин на десятки лет назад. Да, весьма разрушительно для экономики заводить детей и создавать жизнь. Это Америка, которую создала Джанет Йеллен с помощью своих друзей в СМИ. И так вы не можете позволить себе жениться или купить дом, или завести детей, тем более растить их в полной семье на одну зарплату, как каждое поколение американцев делало сотни лет в нашей стране. Но для вас все это недоступно, только люди частного капитала. Люди, как Джанет Йеллен, Эндрю Рос Соркин могут позволить себе нормальную семью. Но для вас все по-другому. Для вас низкооплачиваемая работа робота в бездушной компании, ведущая только к застолью по выходным и Нетфликсу, и белому вину по вечерам. Навсегда. Пока вы не умрете в одиночестве без потомков, помнящих вас. Радужная перспективка. Разве вас это слегка не тревожит? Если вам тревожно, не проблема. У нас есть ксанокс, а также легальная травка, так что считайте себя освобожденными. То, что мы описали, это не преувеличение, это жизнь, которой миллионы образованных, молодых людей живут сейчас и будут жить в обозримом будущем, то есть всегда. Но наших руководителей это, похоже, не волнует. Они не замечают духовного кризиса в Америке или отсутствия смысла. Самоубийства рекордны, и они не знают и не хотят знать, почему. Они даже не заметили сильный спад рождаемости в Америке, о которой они вроде должны заботиться, поскольку управляют страной. А это явный признак здоровья общества. Люди не размножаются. Может, что не так? Но нет, это их не заботит. Вообще-то они за. Не заводите детей, а если завели, убедитесь, чтобы они не завели. Почему бы не пойти дальше и не кастрировать их химически? Вот что они теперь вам говорят. Посмотрите на адмирала. Гендерная медицина спасает жизни медицински обоснованно, подходит по возрасту и критически нужна медработникам. Как педиатр, когда нужно убедиться, что дети здоровы и счастливы, я знаю, насколько важна и процедура, поддерживающая чью-то истинную идентичность может быть. Итак, вы совершили ошибку, заведя детей, свою семью. Но кое-что еще можно сделать. Вы можете убедиться, что у вас никогда не будет внуков. Вы можете накачать своих детей ядом, предоставляемым фармой, чтобы они уж точно не размножались. И так надо, так как это жизненно важная процедура. Что ж, зачем они это вам говорят? Ну, это просто. Чем более атомизированным и несчастным становится американское общество, тем легче им управлять. Меньше браков и детей и собственных домов означают больше неприкаянных и несчастных людей. Это означает целую страну отчаянно несчастных выпускников. Сэнди Кортес может стать королевой в такой стране, так что давайте! Больше одиночества, меньше связей между людьми, меньше смысла, меньше детей. Вот чего они хотят, очевидно. Чего они не хотят, так это Кристи Пол. На этой неделе Кристи Пол сообщила, что она уходит с работы, так как семья важнее, чем служба в корпоративной Америке. Вот она. Я просто не могу быть тем, кем должна быть для своей семьи. Вот до чего дошло. Я устала быть усталой. И я сказала ему, слушай, давай честно, наша работа важна, ваша работа тоже важна. Куда бы вы ни шли, что бы вы ни делали каждый день, это важно. Но в конце концов, кто-нибудь будет сидеть в этом кресле, а я собираюсь уходить. И шоу продолжится, как и должно. Но никто, кроме меня, не будет мамой моим детям. И никто не будет женой моему мужу и ребенком моим родителям. И должна быть вся полностью там. Никто не будет мамой твоим детям? Ты видела недавний уровень иммиграции? Мы запускаем людей, которые могут быть мамой твоим детям. И, кстати, разве ты не должна работать на Фейсбук? Делай, что должен. Это мы говорим молодым. Мы говорим им, что не собираемся делать ничего, чтобы облегчить им заведение детей и своей семьи, потому что семьи для богатых и нищих. Семьи для тех олигархов. У них много детей. И для гаитян, ютящихся под мостами на границе Техаса. У них тоже много детей. Но для вас, американцев среднего класса, извините. Ваши главные отчаяния просто недостижимы. Ситибанк заплатит вам за неразмножение, чтобы вы оставались одни в своей коробке. И если вам не повезло работать в Ситибанке, то придет Сэнди Кортес и впервые в жизни что-то создаст. В этот раз она построит госфинансируемые лагеря абортов на федеральной земле, чтобы убедиться, что вы никогда не познаете бремя своих детей. Или безусловной любви своих детей. Вы освобождены. Давайте отметим за столом. Вас должно заинтересовать, как скоро демократы примут законы по доставке бесплатных кошек молодым людям в городах, как плацебо, заменяющие семью, которой у них нет. Это будет вместе с антидепрессантами прямо в водопроводе. Мы наконец увидим, какова их утопия. Надеюсь, теперь вам лучше. Субтитры создавал DimaTorzok